Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Заправили машинку. Прицепчик, конечно же, с собой. И кто там сидит внутри, давайте посмотрим, кто там сидит и ждет. Кто там сидит и ждет? Самый любимый, самый мохнатый, самый вкусненький такой песка. Ребята, мы приехали на рыбалку, знаете, с кем смотрели в прошлом году? Я выбиралась на рыбалочку с Мишаней зимой. Вот мы снова приехали на рыбалку, только уже на другое абсолютно озеро. Мы в прошлый раз были на Свери. В этот раз мы приехали открывать с тобой какое озеро. Можно говорить? Ну, конечно, можно, а что нет?Bogina. Я собираюсь ловить на жерлице, собирается ловить на балансиры, плюс я собираюсь ловить в палатке на поплавок. Посмотрим, что будет клевать. Как показала практика последних рыбалок, мы отскакиваем на то, что у нас ловится, поэтому, если не будет клевать белая рыба, мы будем ловить хищную рыбу. Если не будет ловица хищная рыба, мы будем пытаться ловить белую рыбу. А если будет клевать и одно, и второе, мы будем счастливы. Ребята, смотрите, есть пешня. У меня пешня точно такая же, у Мишани только красного цвета, вот здесь краска, а у меня синего. Здесь видите, как на конце? Одно, типа, вот это зазубрино, она длиннее, а вторая короче, а у меня две длинных. У меня пластмасска тут была, но я забыл ее снять и начал долбить, она развалилась. На лед ночью вижу здесь довольно много следов, видите, на санках люди ходят. Покажи, что за сумка. Ну просто сумку, это у меня с прошлого раза будет. А что за название? Ну просто тоже заказал. Универсал, ну хорошенькая, ну правильно, молодец. А ледоборца какой диаметр? Я не понял. Это жилет вон этот, чушпанский. Лежить, дай посмотреть, что у тебя здесь. А что это такое? Тоже жилет вон? Это жилет вон самые простые. Жилет вон, видите, у Мишани здесь. А у чемодани там что? У чемодани ничего пустом. Вообще? Ну там эти флажки, удочка, которую вы мне дарили в прошлом. Ага, спасалки есть, вот спасалки вещь хорошая. Ну их надо вешать скорее куда-то сюда. И свисток, да? Лед, ребят, хороший. В этот раз решили под пол сделать снежную подушку, чтобы не таял лед. Потому что в прошлые разы, если вы смотрели видео, то видели как он тает. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Ребята, сначала растянули пол. Ветер сильный. Сейчас будем ставить палатку. Озеро вообще не знакомо. Я не знаю, как здесь надо кормить. Столько кормить, и так как мне кажется, что я везде все время перекармливаю, я буду кормить здесь меньше, чем обычно это делаю. Сейчас выравниваю там немножко дно. Теперь поднимаю и открываю. У нас уже в палатке все разложено. Вот собаку забрали. Сейчас постелю тебе спальник удобный. Миша. Миша, а что это ты делаешь? Смотришь, что за камера, да? А что это у нас, ребят, за камера? А это у нас камера Rivertech, которую мы будем, конечно же, тестить чуть-чуть попозже, смотреть по нашим луночкам. Наверное, уже час назад я закормила лунки. Много не кормила. Центральную лунку 4 маленьких кормушки с прикормкой и мотылем, лиманником. И в крайней по 2. Рыбу сейчас вроде и холод показывает. Печка уже греет. Довольно-таки тепло. Ну и дело близится к рассвету. Скоро уже и жир лица можно будет устанавливать. Поводкем скрутка. Надеюсь, что длину лески не хватит для того, чтобы половить. Я здесь все это дело засыпала. Думаю, что она ничего не заморится, потому что у нас Адлига. Глубина в точке, где стоит палатка, 11 метров. В общем, где-то к 5 часам, к 5.30 мы разобрались. Я легла киморнуть. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что мне нужно было отдохнуть. Я решила не терпеть. И вот, когда подошло время рассвета, можно так сказать, я уже пошла ставить жир лица. Жирочки установлены. Погода, конечно, пипец какая ветреная, потепление. И будем ждать сработку. Все установлены на жирца карасика. Иду в палатку для того, чтобы попить кофейку, перекусить. Ну и, конечно же, посмотреть, что у меня там происходит в лунках, которые я кормлю. Ребята, сейчас собираем на жирца. Ну, глубина большая, блин. Я не успела одну опустить вниз. Ого! Класс! Огонь! Ну, сейчас будет хороший жирчик. Хорошие густерки. На жирца уже вторая. Ну, что, мне такая рыбалка не понравилась. Ну, мне нравится ездить с людьми, которые заряжены на... О! Что это у нас тут такое? Густера побольше. Вот такой мы уже на жирца не поставим. Отвалилась, сука. И, соответственно, у меня вот эти вот плюс 10, ты говоришь, прямо прямо... Есть, ребят. Слушайте, ну, выкладывает вообще наверх, клюет одна за одной, а? Обалдеть. Ну, тут вот, наверное, что-то типа той густеры, ребят, которая шла до этого. Сейчас посмотрим. Еще, еще, сейчас. Главное, натяжку не... О-о-о! Куда пошла в соседнюю лунку рыба? Вау! Вау-вау-вау! Ах! Колол! Подыщик! Е-мое, ребят! Друзья, подруги, пожалуйста! В пиявке, смотри, пиявка! Лучше, чем ничего, это ершик был. Пришло время для того, чтобы опробовать вот такой вот новый шуруповерт, который мне пришел, от компании Redberg. И как вы думаете, почему он мне пришел? Друзья, потому что у меня появился ледобур, который нуждается в нем, можно так сказать. Сейчас мы будем его опробовать. Установим аккумулятор и попробуем забурить лунки. Ну, слушайте, по отношению к тому, который у меня был, прошлый шуруповерт, которым я замешивала корм, этот, конечно, потяжелее и помощнее будет. Попробуем! Кстати, если вы не знали, то для того, чтобы использовать шуруповерт под ледобур, у шуруповерта должна быть определенная мощность, она должна составлять не меньше 90 нм, и тогда все будет дело в шляпе. У этого шуруповерта 120. Мы решились и решили, что HM это означает ньютон-метр, и у нас шуруповерт 120 ньютон-метр, а нужен 90, поэтому этот шуруповерт, я надеюсь, справится со своей задачей, поможет нам пробурить много лунок для того, чтобы мы могли половить на балансир с Мишей. Понимаешь, вот смотри, у нас вокруг палатки, у нас под палаткой собралась рыба, да? Следовательно, вокруг нас на подходах должен быть хищник. Стоит жерлица там, стоит жерлица там, то есть она с какой стороны не будет идти, она наткнет, и она не клюет на карася. Знаешь почему? Потому что она не ест здесь карася, она что ест? Она ест здесь густеру, либо какую-нибудь плоту. Следовательно, нам надо, она поэтому не клюет. Саня, сработка. Идем смотреть. А что это у тебя тут? Ветер может. Ага. Скорее всего, какая-то леска расслабленная. Ага. Ну, наверное. Ну, проверяй все равно. Ага. Есть? 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 Ага. Ну что, попробуем совместить две этих прекрасных штуковины между собой. Это ледобор и это вот этот вот шумоповерт. Ага. Сейчас мы его... Прикольно. 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 самое время для того чтобы понять и разобраться есть ли там что-то на дне корм или рыба посмотреть в подводную камеру тем более что у меня появилась совсем новая подводная камера которая называется ливер тэш цепь 5 значит что идет в комплекте комплекте идет сама камера это у нас я так понимаю какой-то штатив для ее фиксации плюс инструкция по эксплуатации плюс дополнительно идет в ней картридер и плюс дополнительный юсб кабель для зарядки вместе с блочком как красиво какой яркий дисплей посмотрите обалденно мне это уже нравится ты какое обалденное качество ребята посмотрите обалдеть ребятки 15 метров у нее шну корпус влагозащищенный шнур закручивается кстати очень удобно отдельно липучкой и как-то нам надо это все дело вскрыть пленочка на маленькая у нее встроенные инфракрасные фонари фенка красная подсветка также у нее есть режим подсветки фонарем сейчас вот мы включим лет получится у меня или нет об пожалуйста коп а ага тут даже три режима получается яркости я сейчас хочу отпустить камеру на дно прикольно что вот здесь вот можно сразу зафиксировать шнур камеры так чтобы она смотрела туда куда вы хотите то есть соответственно если хотите чтобы она смотрела прямо вы фиксируете сюда если хотите чтобы она смотрела вниз сюда если хотите чтобы смотрела чуть-чуть вверх то фиксируйте сюда в комплекте идет карабин также к этой камере к проводу можно присоединить отдельно поводок с крючком для того чтобы увидеть посмотрим как что работает один еще момент который важный есть в этой камере это то что в ней есть компас и вы можете узнать куда она сейчас смотрит если где-то увидели какое-то движение какую-то рыбу вы можете понимать откуда и с какой стороны она идет вот оно наше дно полу нас тут прям свал какой-то свежая какая-то перечина о наше коромысло прикол это наше коромысло и оно видишь как стоит это сюда надо заносить вот он на ты вообще неплохо да показывает прикольно мне нравится цветопередача хорошая когда я пользуюсь подводной камерой в палатке я потом после того как раскрутила провода чтобы потом по 10 раз не накручивать не закручивать все в таком же виде хоп собираю не будь волков боятся как говорится в лес не хотели ты же видишь что глаз видит что лед нормальный был тонкий да другое дело так он толстый не надо бояться ребят не знаю наверно штуки 4 до кормлю потому что трошки поклевала а потом это сейчас опускаю рыбы там нет и у меня такое ощущение что на самом деле рыбу здесь валом нужно ее просто как-то заинтересовать удерживать на точке кормить сразу много как обычно я побоялась потому что бывает такое что на диких водоемах рыба непривыкшая на может наоборот напугаться большого количества корма это озеро это не водохранилище ничего это дикое озеро глубина здесь 11 метров может она никогда даже не видела такого что мы ей предлагаем новый эхолот той же самой компании репер течь эхолот предназначенный для зимней рыбалки смотрите какая интересная штука уже дома ознакомилась с инструкцией по эксплуатации идет поплавок с проводом который присоединяется к этой базе для того чтобы мы могли поделать эхолотить для зарядки комплектный сюда и накручиваем шлейку будем охолотить 10 с половиной метров глубина в этой луночки в которую еще смотрю рыба есть но рыба вся где вверху ребят прикиньте рыба должна быть видно как гуляют туда-сюда плавки вот здесь вот наверное снова идет какая-нибудь густерушка сейчас посмотрим а нет это вообще подлещик маленький тоже можно ставить все на живца ребят чтобы все поменять если рыба осторожная и не засекается после того как начинает клевать значит все правильно значит надо ставить мотыля кольцам и тогда засечка будет 100 процентов пока 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 рыба показывает только ухолот клюет только ерш только ерш с утра что-то вот проклюнулась ребят густера подлещик даже один влетел надо наверно пойти поменять жертвец и местами и поставить густеру ребят смотрим сейчас одновременно выхолот и смотрим что у меня тут происходит и у меня идет какая-то поклевка на мотыля но рыба не засекается сейчас не засекается мелочь какая-то ерш наверно маленький этот куча воды верху на льду почему потому что прошел снег повысилась температура но я пару жерлиц решила перекинуть местами и надеть другого живца которого поймала с утра попробуем поймать что нибудь на местную рыбешку пока молчание ягнят ребят уже на все и даже в палатке не хочет кроме вершан чего брать 2345 подворотов давайте просто сделаю вот ребят мишань поймал на балансир с вот такой вот поймал окунька вот такого сейчас мы его сразу определим на живца да я прошел полу тебя за мной парень прошел и он мог раздорить просто ну и что папа вот живец хороший смотри какой же вес хороший приплыл плотва наконец-то ёптю рыбка получше немножко ооо дает немножко здесь не присраться сейчас главное как здесь не ушло до хорошей хорошей есть отличники на пучок вот или далеке вон как будто бы сработала жерличка который я устанавливала на местного живчика сейчас будем смотреть и вот здесь вот видите вот это тоже могла быть поклевка и и поэтому сбила бегунь еще не крутит не знаю может и с места но навряд ли будем смотреть поставила против ветра нужно разворачивать может и ветер сбил по итогу сейчас посмотрим не покрутила полностью есть 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 ребят есть 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 но что-то не крупная совсем что-то не крупная совсем не крупная есть вот она богинская щука которую я поймала на живца подле щука здесь угнала видите у меня жерлицу жерлицу угнала 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 откуда угнала нормально щука более или менее такая конечно небольшая но все равно это по крайней мере уже хоть что-то у меня сработка далеки это загорелся флажочек а не видно почему потому что потому что он свалился ну что что ну что закрутила пыталась ее что-то съесть пожалуйста удар был хороший любви была хорошая сейчас еще раз попробуем может я рано подбежала хорошо что-то покрутнее у нас полотвичка есть ребятки мне кажется и у меня что-то покрутнее все твое тяну может такое быть да ребятки что-то на на мормышечку сейчас проверим что у меня там у меня что-то хорошее ребят вообще хорошая ох какой подлещик ребят на мормышку вау ребятки гляньте а у тебя на жевца обязательно 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 на жевца откладываем ребят посмотрите как красавчик вот я подняла 20-30 сантиметров от 1 вот у меня было где-то здесь моя мормышка и я делала мягкие покачивающиеся движения с паузами но но на мормышку понимаешь да 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 можно конечно куда он но ребят видали здесь рыбы рыба то есть 5 и 4 метра глубина так бум подброс 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 и по-моему у меня снова загар нет могу понять бум бум так ребят кто-то идет сейчас посмотрим кто очень глубоко подброс подброс подбросчик на получается мотеля пучок 1 моты 2 моты и пучок и опарыш. И поехали вниз. Выкладывает прям вверх. Такие красивые поклевки, я обалдею. Что-то есть, но что-то совсем не крупное. Наверное, ерш, ребята. Сомневаюсь, конечно, что по крайней мере благородная рыба, так сказать, очень похоже на ерша. Нет, смотрите. Гостера. Сомневаюсь. Так, ребята, еще одна рыбка какая-то идет, но я думаю, что это не крупное совсем. Наверное, ерш. Да, я угадала. Видите, убрала опарыша и все, ерш. Ой, ребятки, я надеюсь, что сквозь экран вы, конечно же, чувствуете этот невероятный запах. Тяжелый, невероятно тяжелый день, рыболовный. Почему? Потому что погода просто отстой. Я не ожидала, что будет такая погода. Я не знаю, в каждой ли области такая погода, эти выходные, но это просто ужасно. Это оттепель. Я ненавижу оттепели. Я очень люблю сильный мороз, и я хочу хотя бы еще парочку недель сильных морозов для того, чтобы нормально порыбачить с ночевкой на льду. Жерлица сегодня заменяла живца-карасика на живца из местного водоема. У меня был и подлещик, и густера, и полотва, и окунь. Представьте, что вы сидите на льду, вы сидите в бане, вы наблюдаете всю эту красоту, а глубина под вами всего лишь 12 метров. И вы сидите, и ни в чем себе не отказываете. Друзья, это прекрасно. Это прекрасное ощущение. Такое ощущение, как будто просто хочешь наложить штаны, но не можешь, потому что ты не в штанах, а в купальнике. Мои ребята, я миссию свою выполнила. Я хотела поймать щуку, я хотела поймать подлещика, я поймала. Ты поймал? Я миссию выполнил в бане. Друзья, два веничка. Один березовый, второй дубовый. Запариваются сначала холодной водой, потом горячей водой. Можно добавлять всякие эфирные масла, что угодно. У нас, кстати, вот такой вот чан, не забывайте, что у нас есть. Ух, как все запотело, а! Ты посмотрю. Ну, красота, красота. Троху запарились? Огонь, огонь. Так, теперь надо тепленьким подержать. Плохо спали. Да? Ладно. Ребят, сел к утру и холод. Целый день и холодила. С собой есть пауэрбанк. Ставлю его на зарядочку. И продолжаю холодить. Оп! С собой. Сейчас мы просветим ледом, типа есть у нас мотыль над ней, полно мотыля, видишь? Прям мотыль, видите сколько мотыля? Я ничего не поела, то есть... Что-то не отпускается она на один смех. Не опускается она почему-то, либо ее там мало вообще, либо она куда-то ушла. Кто не ловит рыбу, тот ест. Ребята, у нас пока ничего не клюет, мы садимся покушать, скажи, будем сейчас какой-то план для себя делать по рыбалке, да? Кто-то может хищника пойдет ловить куда-то, кто-то пойдет может белую рыбу искать. Может переместимся, да, посмотрим. Но время еще есть, поэтому приятного аппетита! Бон аппетит! Ребята, по воды на мормушку взяла рыба, я думаю, что это либо подлещик, либо еще кто-то, ну, либо густера, что-то хорошее, ребят. Что-то хорошее взяла, просто в пол воды. Да, ребят, хороший подлещик. В пол воды. Оп, есть! Оп, убегает. Угу. Так. Вот так вот, как хорошо, когда эхолот есть. И ты видишь, что рыба в пол воды. Вот такой вот подлещик, ребят. На мормушку нависячую, прикиньте. Плотву, ребят, вот плотву поймала. Можно плотву ставить на живца. Опять показала небольшую рыбку в охолот. Как только показала, через, наверное, секунд двадцать поклевка. Из другой луночки, тоже на мормушку, ребят. Идет какая-то рыбка. Сейчас посмотрим. Я думаю, не должен быть ерш. Кстати, из этой лунки, если что, были только ерши со дна. Сейчас посмотрим, что взяла не со дна. Ну, вот, пожалуйста, густера. Чем не живец? Живец. Как говорится, не густо, да и не пусто. Поздно, наверное, я поняла, что рыба ловится на мормушку не со дна. Ну, парочка подлесчиков, щука, не всегда же по двадцать кило рыбы ловит. Опытным путем, ребят, удалось определить, что лучше всего под палатку стерить слой снега. Если он есть, он превращается вот в такую ледяную шапку. И вы вообще сидите прям на выступе, получается. Прикольно. Очередная попытка поймать, ребят, хищника здесь. Сейчас поставлю на живца под камышек, посмотрим. Посмотрим, какая здесь глубина вообще под камышом. Ну, как хороша глубина ведет, вообще конкретная. Конкретная глубина. И раз, два, три, четыре. КОНЕЦ КОНЕЦ Есть. 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 есть пока есть красота красота не прошло даже ее поставила почти сразу на окуня сейчас увидите окуня миша ловил на льду стал наверно птичкам я взяла подобрала норм щука щука есть может даже окуня сейчас используем еще раз друзья опа есть собака бежит смотреть рыбу он любит когда я рыбку ловлю совсем буду показ здесь смотреться буду показывать иди посмотри иди посмотри посмотри какая рыбка юля уже поймать успела рыбку представляешь ты представляешь на карабин надеваю так и поехали на трофе фрикционно зажать с этой луночки начинать ребята смотрите окуня к класс видите на балансир чик супер ух ты гляньте трофеи ёпсель матрёпсель ничего себе нормально 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 прикол интересно фигасе и цвет такой же как у меня видали сработка что-то чуть-чуть подкрутила и все подожди миша подожди постоим 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 на нее посмотрим может это просто она от времени нет и шо потом надо подождать может перевернет потому что так у тебя скорее всего все там уже рыбы не будет ударил если она начнется надо ждать когда вот она крутит 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 считается остановилась и потом должна она хотя бы крутит 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 второй раз если она крутит ребятки все равно это сработочка сейчас посмотрим на кого какого живца интересно сработка у тебя посмотрим сработка ли это вообще или просто выскочил может это бьет окунь будем сейчас кушать мешание замариновал шашлыки будем пробовать как по его рецепт получились конечно а как все офигенно Такой же вкусный. Тяжелая, друзья, рыбалка выдалась, очень тяжелая погода. Мы выбрались на середину этого огромного озера Богино, которое называется. Там был сильный ветер, сломали палатку. Я вообще в шоке от всего. Хорошо, что хоть какая-то рыба клюнула. И вот сегодня в конце этой рыболовной сессии прекрасно еще одна щучка мне попалась. Я думаю, что результат такой, какой вы видите, он тоже результат. Это тоже была классная рыбалка. Рыбка поклевывала, ну и хорошо. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем них восстанет шеи. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин